Дороги паломников в горах Кии Дорога паломников в Кумано в Японии проходит через территорию, которую веками считалось освященной богами Синто и Буддой. С древних времен горы почитаются японцами, как святая обитель богов. Среди этих гор Кумано давно считается местом, где обитают души умерших. Три великих святилища, Кумано-санзан, которые первоначально были связаны с синтоизмом, впоследствии привлекли к себе многих буддистов-приверженцев Шугендо. Кумано-хонгу – это первое святилище по дороге, ведущей на юг. Мандала содержит изображение синтоистских богов и Будды. В центре находится буддийское божество Амитабхататхагата, что указывает на то, что в течение веков это место посетило большое количество буддистов чистой земли. Фактически, для некоторых людей Кумано – это и есть чистая земля. К концу Хиянского периода многие считали, что приближается конец света, поэтому императоры один за другим посещали Кумано в поисках спасения. Число посещений каждым императорам указывается на камнях. Один из самых могущественных императоров Японии, Го Сиракава, посетил эти места 33 раза. Там находятся каменные статуи императора Казана, который посетил Кумано после своего свержения. Кумано считалось тем местом, где посетитель мог освободиться от тяжелого прошлого и возродиться для новой жизни. Посетив храм Кумано-Хангу, паломники направляются к огромной священной скале на территории святилища Кумано-Хая-Тама. По легенде, бог Кумано спустился на землю и встал на эту скалу. Последним местом в Кумано-Кадо являются святилища Кумано-Нати. За этим святилищем с высоты 133 метров низвергается водопад Нати, главный объект поклонения на этом маршруте. Перед водопадом натянута священная веревка, которая меняется дважды в год. Если выпадает большое количество осадков, то вниз падает более тонны воды в секунду. Люди верят, что водопад поддерживает гармоничное единство богов Синто и Будды. В конечном итоге вода течет в океан, поэтому, поклоняясь Кумано, монахи тоже уходили в океан, веря, что чистая земля существует на другой стороне. Продолжение следует...